Сегодня день памяти Владимира Высоцкого. В честь даты в Ейск остановили памятник. Высотой скульптуры около трех метров весит более двух тонн. Немногие знают, что советский бард бывал в городе-курорте с концертом. Его стиха знатоки нашли даже цитаты о Ейске. О поэте вспоминают сегодня и в Краснодарском доме творчества Высоцкого. А наша съемочная группа встретилась с человеком, которого объединяла с бардом не только дружба, но и творчество. Писатель Леонид Манчинский рассказал нашему корреспонденту, каким на самом деле был кумир эпохи. Он в сердце моем поселился. Я с ним до сих пор не простился. Мы вместе, мы рядом, вдвоем. Мы дружим и даже поем. В Краснодарском музее Высоцкого много фотографий из личного архива Леонида Манчинского. Кумира миллионов он называет не начи как Вовка или Володя. Они подружились 38 лет назад. Высоцкому попала в руки книга писателя «Прощенное воскресенье». И он зажегся желанием лично познакомиться с автором. Немного пообщавшись, они поняли, что он не просто интересный, необходимый друг другу. Леонид Васильевич жил тогда в Иркутске, поэтому неоднократно приезжал к нему домой. Во время одной встреч бард взял в руки гитару и запел. Я выхожу на балкон, гляну, а там в это время со сменой шли рабочие. А их там тысячи под балконом. Это же было ужасно. Это было настолько интересно. Володька выжил, тоже был, так сказать, немножко слегка шокирован. Стоя на балконе, он еще два часа пел для своих слушателей. Позже на этом доме установили мемориальную доску в память о спонтанном концерте. Высоцкий вообще очень тянулся к простым трудягам. Искренне интересовался тем, что происходит в их жизни, рассказывает Леонид Васильевич. Возможно, общение с простыми людьми и помогало ему собирать бесценный материал для своего творчества. Вовка был человек. Вот это то, что там горячий, конфликтный. Да, он проявлял себя, где-то он вспыхивал, как все люди. Но, в общем, он к людям относился с душой. Результатом дружбы двух талантов стала книга «Черная свеча». Романы жизни заключенных Высоцкий и Манчинский написали вместе. Актер мечтал, что когда-нибудь ее экранизируют, и он сыграет главную роль. Мечта сбылась частично. Фильм вышел в 2006 году, спустя 26 лет после смерти Высоцкого. Картину по их книге назвали «Фартовый». Мы вечно любим, помним, почитаем тот дар и тот, какой пронес он свет. Жаль, новых нам стихов не прочитает. Трагический бунтарь, пророк, поэт. Творчество Высоцкого интересно не только рожденным в СССР, считает 17-летний поклонник Барда Сергей Тисленко. Молодой человек сам пробует писать стихи и равняется исключительно на Владимира Семеновича. Его песни он слушает с первого класса и каждый раз открывает в них новые смыслы. Его уже записали в школьную программу, я проходил его по школьной программе. Я думаю, что дальше так и будет. Его запишут в классиков через несколько лет, когда мы уже состаримся, наверное. Я думаю, будут учить наравне с Пушкиным.